Осенью правительство должно представить проект бюджета в Государственную Думу. На повестке дня важнейшим является вопрос сбалансированности бюджета. Это сложный вопрос, но он потребует нашей совместной работы, существенного улучшения качества бюджетного планирования, выверенных и точных решений по государственным средствам. Ну и, конечно, соблюдение всех социальных обязательств, которые мы считаем для себя приоритетными. Мы ни в коем случае не можем терять достигнутое, должны уделять максимальное внимание и системе образования, и здравоохранения, и социальной защиты, поддерживать семьи многодетные, заниматься вопросами занятости. Понятно, что в условиях жесткого бюджета это делать труднее. Выплаты в целом должны становиться более адресными, они должны помогать именно тем, кто нуждается в такой помощи. Нужно искать внутренние резервы по каждой из социальных отраслей, по привлечению внебюджетного финансирования, одновременно развивать негосударственный сектор в социальной сфере, использовать механизмы частного государственного партнерства. Сегодня действительно у нас хорошее торжественное событие. Начинается новый этап в реализации крупнейшего, подчеркиваю, крупнейшего инфраструктурного проекта в мире. Через несколько минут будет дан старт сооружению газопровода на территории Китая, который станет продолжением газопровода «Сила Сибири». Этот проект существенно расширит нашу кооперацию не только в энергетике, но и в смежных отраслях промышленности. И даст сильный импульс такому более глубокому взаимодействию между регионами России и Китайской Народной Республики. С помощью «Сила Сибири» мы сможем не только увеличить экспорт газа, но и быстрее газифицировать наши регионы, регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири. А это значит, что мы просто улучшим жизнь людей, экологическую обстановку в регионе создадим более здоровую, и сможем организовывать высокоэффективные производства с новыми рабочими местами, повысить конкурентоспособность экономики и инвестиционную привлекательность территорий. Это большие цели, которые мы ставим перед собой, создавая газопровод. Прошлый год стал для наших строителей в целом успешным. Мы обогнали рекордный 1987 год. То есть это был максимум советского периода, когда было построено и введено в эксплуатацию почти 73 миллиона квадратных метров жилья. А в прошлом году этот показатель составил 84 миллиона квадратных метров. Неплохая динамика, несмотря на кризисные явления в экономике, сохраняется и в этом году. Но построить жилье – это мало. Это еще не все. Важно, чтобы оно было доступным. Помочь людям приобрести квартиру должна и программа «Жилье для российской семьи». Обращаюсь к губернаторам. Прошу вас лично контролировать выполнение этой программы. Мы усилили ответственность региональных властей, в том числе за срыв графиков переселения. На 1 июня текущего года фонд ЖКХ выставил штрафы 11 регионам на общую сумму более чем 800 миллионов рублей. Для регионов деньги серьезные. Если я увижу, что есть хорошая динамика по устранению этой проблемы, то вопрос о штрафах я готов рассмотреть отдельно. Если ее нет, коллеги, придется деньги платить.